Вязаный уют. Мастерица из Архангельска с помощью крючка вяжет милые игрушки. Игрушки вошли в жизнь наших предков очень давно. Самые древние из них относятся к периоду 10-15 веков. В это время игрушки делали из подручного материала – дерева, кожи, глины, ткани. С малых лет дети играли с игрушками в виде птичек, коней, медведей, которые прививали любовь к природе и окружающему миру. Они, кроме забавы, еще служили оберегами. Технология изготовления игрушек со временем совершенствовалась. Очень часто в народном творчестве использовались такие материалы, как лен, солома, пряжа. Проходили годы, и игрушки из глины постепенно утрачивали свою актуальность. Их место занимали вязаные игрушки. Они очень мягкие и приятные на ощупь. А глиняные фигурки превращались в простые сувениры. Вязаные игрушки крючком не только красиво смотрятся, но и важная особенность состоит в том, что у вас есть возможность полностью контролировать процесс изготовления изделия. Можно связать мягкую игрушку в виде диковинного животного. Можно связать игрушку традиционной формы – это зайчики, кошечки, собачки, медвежата. Такие игрушки прививают любовь к природе. Сегодня я хочу познакомить вас с удивительным мастером своего дела – Леной Гельмановой. Учителем-логопедом из детского сада НОМИ-148. Лена замечательно вяжет крючком и спицами буквально все. От пальчикового театра, елочных игрушек до вещей для кукол в домашней утвари. Я счастливый обладатель мягких игрушек, которые Лена связала для моей дочери. Несколько лет назад Елена Якубовна и не представляла, что серьезно начнет заниматься творчеством. Но однажды она взяла в руки крючок и начала создавать свои неповторимые игрушки, которые сейчас набирают популярность. Теперь девушка старается развиваться в своем ремесле и участвовать в различных ярмарках, выставках, конкурсах. О своей любви к вязанию и вдохновении Лена рассказала библиотеку Ресоломбальской библиотеки номер 5 имени Бориса Викторовича Шергина, Мартыш Нине Якубовне. Лена впервые взяла крючок в руки несколько лет назад, посмотрев видео одного популярного блогера, где она вязала единорога. Девушке захотелось повторить это, поэтому она нашла в интернете видеоурок о вязании для начинающих, купила пряжу и крючок, который оказался слишком большим для этой пряжи. Но на тот момент будущая мастерица еще не понимала таких тонкостей, но тем не менее старания дали результат. И она связала единорожку, который сидит на полочке у друзей. После вязания был перерыв, а спустя некоторое время Лена наткнулась на видео о том, как связать зефирных овечек, вспоминает Лена. Она посмотрела его и поняла, что смогла бы повторить мастер-класс. Заказала себе яркие плюшевые пряжи и связала этих зефирных зверят. Сейчас они дома у прекрасной девочки по имени Варя. Она вспоминает, что было очень даже легко за день можно, если очень-очень постараться, связать зефирную овечку. Как раз таки с этого момента можно сказать, что Лена активно вяжет, несмотря на то, что делала перерывы в вязании. Ее все равно тянуло к этому постоянно. Удавшейся работой мастерица считает рождественского оленя. По мнению девушки, он получился очень даже милым. Елена Якубовна признается, что вязание игрушек захватило ее с головой. Ей нравится творить из пряжи, так как тактильно она очень приятная на ощупь. Чтобы вдохновиться на создание новой игрушки, Лена обычно мониторит интернет, ищет схемы мастеров, которые могут понравиться. Сама она схемы игрушек почти не придумывает. Вяжет по готовым мастер-классам, которые смотрят в интернете. Иногда добавляет что-то от себя для оформления или меняет цвета. Но в любом случае, даже по чужим схемам, ее игрушки выглядят не так, как у мастеров, которые их придумали. Благодаря вязанию Лена стала более выносливой. Ведь иногда ей приходится вязать по ночам, чтобы успеть выполнить заказ. Своему творчеству мастерица старается уделять почти все свое свободное время. Девушка вяжет дома, по вечерам и даже в перерывах на работе. По ее словам, наступают дни, когда ей совсем не хочется ничего вязать. В такие моменты она старается заняться чем-то другим. Или вяжет ее любимые логопедические игры для детей. В этом для мастерицы нашлась своя медитация и отдых. Она любит вязать под какие-нибудь видеоблоги других мастеров. Бывает сядет, включает на телефоне или ноутбуке видео и вяжет. Но и в тишине работать также любит. Это помогает успокоить мысли. Или наоборот, если нужно что-то обдумать во время вязания, это получается очень хорошо. Лена, как в знаменитом выражении, сапожник без сапог. Она практически ничего не вяжет для себя. Исключением стал гусь-обнимашка. Эта игрушка самая любимая ее сына Тимура. Самое приятное – это видеть, что ее работы нравятся другим. Нравится слышать комплименты о таких работах. Самое сложное для Лены в этом занятии вязать не то, что хочется ей, а то, что заказали или то, что хорошо продается. Никогда не угадаешь, что понравится покупателям. Но и приходится иногда себя пересиливать и вязать то, что необходимо. Самое необычное ее изделие – это вязаные вальчики. Обычные киндер-сюрпризы обвязаны пряжей. Эти элементы можно использовать как конструктор. На каждом занятии в лакопедической группе к ней подходят дети. Берут их и играют. Это выглядит очень забавно и мило. А некоторые малыши восторженно кричат – смотри, они так похожи на бусы. Но есть и игрушки, которые были связаны специально для выставки в Соломбайской библиотеке. Это скандинавский гном. Снеговик. Например, к Пасхе были связаны курочка. Курочка с яичками. Пасхальный кролик. А специально для конкурса была связана летающая тарелка, которая заняла призовое место. В данный момент работает над детектической игрой насос, который означает мягкий звук «С». В творческих планах девушки развивать навыки и воплощать в жизнь новые идеи. Например, когда-нибудь она мечтает связать большую детализированную куклу из тонкой пряжи со съемной одеждой и пышной прической. На самом деле это очень сложная работа, которая может занять много времени. Но все же ей очень бы хотелось однажды решиться на это. Если вы хотите научиться вязать крючком милые игрушки Амигуруми, то книжка Амигуруми именно для вас. Автор книги подобрала для своих читателей лучшие мастер-классы по созданию авторских игрушек. Вместе с ней вы свяжете сначала самые простые работы, а потом перейдете к более интересным и сложным игрушкам. А после, получив нужные знания и опыт, сможете придумывать и с легкостью воплощать в жизнь свои собственные идеи. В книжке собраны как базовые уроки к вязанию крючком, так и особенности создания Амигуруми. А также даны подробные пошаговые описания действий, яркие и красочные фотографии и советы автора для начинающих вязальщиц. Ну а если вы захотите вязать спицами, то эта книга для вас. Любимый узор для вязания спицами теперь будет всегда под рукой. Книга «Волшебный клубок» включает в себя узоры трех уровней сложности. Начального, среднего и продвинутого. А также отдельный раздел с косами и ранами. Каждый узор сопровождается подробной схемой вязания, понятным описанием и иллюстрацией. Украсить любимое изделие узором теперь можно легко и просто. Вяжите с удовольствием. Перед вами еще несколько книг по вязанию игрушек, которые помогут вам научиться вязать оригинальные и очень забавные игрушки, сувениры, карандашницы и многое другое. Для работы могут быть использованы остатки пряжи, кусочки ткани, меха, кожи, разрозненные пуговицы. В книге подробно описаны технологии изготовления поделок. Данны схемы вязания и выкройки. Предназначена она для детей, родителей и всем тем, кто хочет сделать свой дом уютней, найти для себя увлекательное занятие. Данные книги помогут вам легко влиться в рукодельную тусовку. Продолжение следует...